Всем подписчикам привет! Сегодня мы с вами поговорим о новом праздничном 16-страничном номере газеты. Почему праздничном? Потому что выходит он в канун Дня Победы. А раз 16-страничный, сами понимаете, что конкурсы, ребусы, викторины, истории подписчиков будут помножены на два. В этом выпуске у нас для вас даже есть интервью с детской писательницей. Что ж, давайте начнем. В первую очередь, конечно же, расскажу вам о конкурсе. Министерство юстиции и детский фонд ООН объявили республиканский конкурс «Право на жизнь». Подробнее об условиях участия в этом конкурсе и о призах вы узнаете на второй странице. Наша третья страница полностью заполнена ответами наших подписчиков и их фотографиями. Напомню вам, что вы тоже можете попасть на разворот газеты. Если напишите небольшую заметку, что особенно вам нравится читать на наших красочных страничках, сделайте фотографию и пришлете к нам в редакцию. На четвертой странице наши подписчики поделились тем, как они поменяют память в поколении, открывают музей, посвященный Второй мировой войне, и участвуют в акциях. Также наша юркор поделилась с нами своими фотографиями реликвий, доставшихся ей от прадедушки, а именно воинскими наградами и фотографиями. На пятой странице наш подписчик расскажет о том, как его бабушка пошла на фронт, воевала и в 45-м году встречала победу. Конечно же мы хотим, чтобы вы оставались здоровыми, поэтому наша шестая страница посвящена теме здоровья и укрепления иммунитета. Также мы проведем небольшую викторину, посвященную этой теме. Седьмая страница будет интересна всем желающим оказаться в фокусе телекамер. Ведь наша подписчица Даша рассказала о своем опыте участия в телевизионных передачах от первого эфира до первого форс-мажора. А вы знали, что стартовал проект «Живая весна». Цель этого проекта – привлечь внимание жителей к проблемам мигрирующих птиц. Но прежде чем узнавать о проблемах этих птиц, неплохо было бы больше узнать о самих птицах. Так вот, расскажет вам о них, и их же покажет Тимофей Саракваш на восьмой странице. Мы поговорили с автором 12 детских книг, о конкуренции, которые создают телефоны книгам, о книге Квесте и о семейных традициях. Но что же это был за автор, и как она ответила на наши вопросы, вы можете узнать на девятой странице. Десятая страница посвящена необычным домашним питомцам – ребят из объединения «Юный репортер». На сегодня это все новости. До встречи в следующую пятницу.